Водитель этого автомобиля пока не понимает причину остановки и немного нервничает, однако инспектор спешит разъяснить ситуацию. Много ДТП происходит с водителями, с алкогольным опьянением, которые ездят. Мы вам даем такой буклетик. Здесь можно проверить себя на состоянии алкогольного опьянения. Надо людей учить, чтобы знали. Я думаю, мало кто знает. В основном все знают, но есть тот процент, который не знает, не понимает. И видя все это, он в следующий раз побоится, потому что могут так остановить и решить прав. Цель профилактического рейда – выявить тех, для кого алкоголь вождению не помеха. Сотрудники госавтоинспекции вышли на дороги города, чтобы напомнить автомобилистам о соблюдении правил дорожного движения, но на этот раз в необычном формате. В качестве агитационной составляющей автолюбителям представляются буклеты, которые помимо рекомендаций по правилам дорожного движения содержат трубки контроля трезвости. Этот набор госавтоинспекция разработала совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. По словам разработчиков, алкотестер прост в использовании. Вскрываем трубку с обеих сторон и вставляем пластиковый монштук в сторону дальнюю от реактивов. Водитель с утра, перед тем, как сесть за руль, проверяет себя, продувает порядка 30 секунд. И если данный реактив зеленеет, значит, что за руль садиться нельзя. Это ручной алкотестер на случай определения состояния водителя. Вы когда-нибудь слышали об этом? Нет. Даже если никогда не пользовались, всегда лучше иметь под рукой, говорят полицейские. Лекарственные препараты с содержанием спирта и даже некоторые продукты питания могут сослужить недобрую службу. Так, например, после баночки кваса алкотестер покажет 0,4 промилле. Тот, что в наборе, поменяет цвет. Заботу об автолюбителях водители оценили. На самом деле я положительно отношусь, потому что я считаю, что правила дорожного движения должны соблюдаться. Это безопасность в первую очередь и водителей, и окружающих. Больше 200 ручных алкотестеров госавтоинспекторы раздали только в день рейда. Всего же в планах вручить свыше тысячи таких наборов. Акция будет проходить в течение месяца. По ее результатам, говорят дорожные полицейские, составят отчеты о выявленных правонарушениях. Татьяна Верняковская, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова